Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня второй выпуск методической копилки. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, как получить дробь при измерении. И я предлагаю выполнить с детьми еще одну практическую работу. Например, вот такое задание. Начертите отрезок, равный по длине с 7 десятым дециметром. Дети чертят в тетради такой отрезок, а затем выражают длину этого отрезка в сантиметрах, в миллиметрах и в метрах. Приведу пример еще одного задания. Начертите квадрат, площадь которого равна двадцати пяти десятитысячным квадратного метра. Запишите площадь квадрата в квадратных сантиметрах и в квадратных дециметрах. Похожее задание есть и для мер объема. Найдите объем куба с ребром 3 сантиметра. Выразите этот объем в кубических метрах. Полностью вся практическая работа приведена в поурочных планах по арифметике для пятого класса на странице 202. Очень полезная практическая работа. С мерами необходимо работать систематически для того, чтобы они были усвоены крепко и прочно. А сегодняшний выпуск металлической копилки я предлагаю посвятить теме «Получение дроби при делении одного целого на равные части». Обычно в школьной программе рассматривают только один способ получения дроби. Именно этот. Когда мы одно целое делим на равные части. Если в начальной школе этот вопрос проработан очень хорошо и детально, то в пятом классе, конечно, можно много на этом не останавливаться. Однако, если дети не могут, например, начертить две трети отрезка, тогда нужно снова вспомнить, проработать этот момент. Мы используем следующее наглядное пособие, которое старшие классы изготовили на трудах. Вот, например, арбуз такой замечательный. Ну, давайте вспомним, как получить дробь при делении одного целого на равные части. Разделим этот арбуз на равные части. Насколько равных частей мы поделили арбуз? На семь. Возьмите две седьмых. Давайте запишем это в виде дроби. Дети пишут. Две седьмых. Вспоминаем, что такое знаменатель дроби, что такое числитель дроби. Что показывает знаменатель дроби? Это на сколько равных частей мы разделили арбуз? А числитель дроби показывает, сколько таких долей мы взяли. Две. Именно в таком порядке, обратите внимание, сначала вопрос про знаменатель, потом про числитель. Потому что запись должна быть связана с действием, которое мы только что выполняли. Ну вот, повторили этот момент. Можно также еще использовать и другие наглядные пособия. У нас еще приготовлен вот такой чудесный лимон. Давайте посмотрим. Вот он у нас распилен на девять равных частей. Ну и тоже можно брать различные доли, различные дроби от этого лимона. Например, четыре девятых возьмем. Также запишем получившуюся дробь и еще раз проговорим, что в дроби показывает знаменатель, что показывает числитель. Для дальнейшей работы с обыкновенными дробями мы используем также следующее пособие. Это набор магнитных дробей. У нас очень большой набор, целых две коробки. Здесь есть и целые, есть и различные доли. Очень удобно магнититься к доске. И многие темы мы введем объяснение очень наглядно с помощью магнитных вот таких вот дробей. Дети сами изготавливают наглядные пособия для работы на уроке. Я попросила у одной девочки, и она мне принесла свое наглядное пособие вот с такими блесками в конвертике. Давайте посмотрим, что у нее там приготовлено. Вот у нее целые подписанные единицы. И вот у нее различные доли. Вот аккуратненько. Одна пятая. Видите? Вот. Еще у нее одна вторая. Вот две дольки. Вот это одна третья у нее. Вот все аккуратно. Вот таким образом. Ну и другие доли. К этому времени уже по наглядной геометрии дети изучали, как измерять углы. И знают, что в окружности 360 градусов. И при изготовлении такого пособия в общем-то они 360 делят на равные части. Например, на три равных части. И отмеряют уголок, который необходим для получения данной дроби. И приносят эти свои пособия. Каждый со своим работает на уроке. В результате чего многие темы просто учителю не приходится объяснять. Дети сами делают необходимые выводы, просто наблюдая за тем, что говорит учитель. Какие задания дает выполнять. И самостоятельно дети формулируют очень-очень многие выводы и очень многие закономерности. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И тогда, после такой глубокой детальной проработки понятия дроби, очень легко дети решают задачи на нахождение части от числа. Или дроби от числа. Ну, например, нужно найти 3 седьмых от 21 километра. То есть такая задача. Турист прошел 3 седьмых от всего пути, ему нужно пройти всего 21 километр. Сколько километров он прошел? Если понятие дроби как деление одного целого на равной части усвоено очень крепко, то никаких затруднений решение данной задачи не вызывает. Однако, обратите внимание, что на самом деле здесь есть некоторые противоречия интуитивному пониманию ребенка. Мы называем эти задачи нахождение дроби от числа. Они думают, а какую дробь-то находить? Она же известна 3 седьмых. Поэтому вот здесь какой выход из ситуации? Мы говорим нахождение части или дроби от числа и поясняем. Потому что вот интуитивно, если подходить к этому вопросу, то пятиклассникам не совсем понятна формулировка такой задачи. Ну, вот такие наглядные пособия мы используем для работы и получения дроби при делении целого на равной части. Ну, например, как я работаю с магнитными пособиями? Я или кто-то из детей, учащихся делать на доске, а ребята работают со своими пособиями. Выложите одну целую и еще три четвертых. Запишите получившееся число. Ну и записываем. Одна целая, три четвертых. Говорим, что такое число называют смешанным. Что смешали? Дети говорят, что смешали целые дробные части с собой. Ну вот, и даем потом определение смешанного числа. Как видите, мы очень широко используем наглядность при изучении обыкновенных дробей. И это не случайно. Мы в своих уроках при планировании руководствуемся вот такой замечательной книгой. Березанская методика арифметики. Я хочу второй выпуск закончить цитатой из этой книги. Березанская пишет, Одним из средств правильной постановки обучения арифметики в пятом классе является наглядность, понимаемая в широком смысле слова, но обязательно связанная с непосредственным восприятием, с использованием наглядного пособия. Конкретным для учащихся пятого класса является все то, что ему известно, ранее понято, им и усвоено. Конкретные для учащихся пятого класса слова учителя в том случае, когда они вызывают в его сознании яркие и полные наглядные образы. И она всегда еще говорит о том, что понимание должно всегда предшествовать запоминанию. Спасибо вам большое за внимание. Альфин.